здравствуйте в предыдущем ролике я оставил такое сказал то есть что положение если города брать положение земли летом и зимой то если город был здесь освещен то здесь он будет темноте это как ты разговаривал с человеком и он возмущался смотри как нагло в руки ну я ему объяснил то что происходит 23 часа 56 минут вот это оборот вокруг звезд а положение земли меняется оно двигается если скажем здесь город был полуденное солнце то вот в этом положении оно будет немножко сдвинуто вправо и поэтому влево надо 4 минуты 23 56 плюс 4 и будет снова полуденное половине на солнце даже пытался запутать говорил что назад надо отодвигать но молодцы отлично сработали показали что я неправильно сказал но здесь опять появляется но никогда не надо торопиться делать поспешных выводов всегда говорю об этом и буду говорить не торопитесь так как да это хорошо что заметили то что я как бы обманул но я не обманывал я лишь решил вставить этот момент так как горел с человеком и увидел что это не понимают кто-то да вот и поэтому как бы сказал дело в том что эти четыре минуты будут ровно подворачивать если так назвать землю и возвращать то положение города любого солнца только при круге ровно но двигаемся на планете то есть не двигаемся это по теории геолицентрической модели идет не круг а идет вращение по эллипсу то есть вот покажу так вот то есть видно да вот хотя тоже интересно как это орбиты других двигаются они пересекаются также есть кеплеровское движение тела вокруг солнца то есть здесь даже график показано скорость падает сейчас и начнет подниматься при приближении к солнцу потом быстренько оборот вокруг солнца и дальше так вот ну так нарисовано приблизительно вот эта часть окружности эллипса она более ровная то есть вот эти четыре минуты будут где-то вот здесь работать дальше же дальше этих четырех минут не будет хватать так как солнце будет наблюдаться скажем планета здесь то солнце будет уже здесь ну и дальше дальше но будет сдвигаться до поворота так что получается такая картина не будет работать везде эти четыре минуты обращайте на все внимание очень много всяких подвохов и этих подстав я уже не знаю как называть вообще копаться во всем этом конечно где-то гиблое дело разбирать чьи-то больные фантазии да они больные это я даже не знаю как назвать тех людей которые все это делали да в самом начале вот те первые которые создавали гилеоцентрическую модель они подошли более грамотно более внимательно скажем ну а потом понеслись противоречия как я раньше говорил это попытка заткнуть в этом душлаке гилеоцентрической модели все эти дырки потому что все не совпадает протекает вот вот ну это тоже еще не все вот это элипс он еще выглядит объяснение вот такое есть то есть вот каждое искривление вот это один месяц получается ну здесь даже указали да путь пройден в течение месяца ну тогда здесь эти четыре минуты вообще не будут работать скажем вот на этом участке надо подворачивать в одну сторону а потом на этом в другую сторону в общем ерунда какая-то получается но вот это все объясняют так учат и еще даже говорят что вот притяжение луны оно вот это вот и создает то есть когда полная луна по-моему говорят так то земля притормаживает а когда не полная она снова разгоняется так бы вот луна и сдвигает если здесь линию ровно прочертить между этими изверистыми да то вот это воздействие идет луны ну да здесь вот еще и связаны значит приливы и отливы как бы с луной да ну такого рода пояснения идут что когда луна здесь здесь она вытягивает воду здесь получается отлив отлив здесь прилив как бы сжимается вода да кто это все придумал вот что интересно вода пытается в сторону луны идти вот человек сделал ролик неплохой хотя он обращает внимание на гелецентрическое построение да но он здесь опроверг полностью вот какое-то притяжение луны вот на запуске зонда вот смарт-1 называется этот ролик так сейчас тяну новая физика 0-3 аномальное лунное тяготение ну вот кому интересно посмотрите ну грамотно проверка это все дело так вот что хочу сказать во время приливов отливов даже малая перочка не шелохнется в сторону луны и почему-то она в воду тянет ну такое ощущение там она жажды замучивалась да высохло все и попить хочется и оросить себя да она все пытается воду подтянуть ну Влад не знал о ядерной физике что у нас атомы здесь все электроны уплотняются ускоряются протоны с нейтронами расходятся критической массы больше добавить а критическая масса ого-го один спичный коробок пол тысячи тонн весит а ну-ка попробуйте так потянуть вот у нее не получается с одной стороны с другой в общем бред вот это все да и вот такой вот бред фантастический это я говорил это никогда не закончится вот потому что люди сами поддерживают это все и когда проверяешь это дело то все оно рушится как бы разбить не трудно вот все их объяснения но их очень много то есть ты пытаешься где-то посмотреть одно а несостыковки противоречия вот типа такого да вот с минутами этими орбитами хотя везде то есть общую картину не построить она не будет работать гелецентрическая модель и вот как-то люди говорили что углы с углами не получается да это моя ошибка потому что я говорил это с позиции плоскости вот но потом понял все-таки да надо сначала уйти от шарообразности от этой гелецентричности да забыть уже про нее потом а потом уже работать от плоскости и тогда будет все совпадать то есть вот эти вот углы как на Солнце на Луну в Жене по-другому не получается как я вижу да по-другому не получится надо все-таки сначала вот уйти от шарообразности интересная картинка за счет чего разгоняется тормозит потом если разобраться вот в такой картине еще немножко да то здесь положение зимы получается здесь а лето здесь вообще какая-то ерунда получается и здесь вот если положение зимы здесь то осень здесь весна здесь от весны до осени проходит вот такое вот такое расстояние а от осени до весны короче ну треть от общей длины да еще добавьте туда этот день раз в четыре года это надо получается и длину окружности увеличивать а этот день прошел потом снова сжимать чтобы все позиции вернулись назад ну я говорю вот это пустая трата времени ну да как бы оно надо разобраться ну берите любые факты сами поработайте посмотрите на всю эту глупость да чтобы уйти я имею ввиду от гелиоцентричности от шарообразности потому что это не работает я дальше покажу еще на также на освещении да то что ничего не совпадает то есть вот на таком вот еще на рисунке можно показать да что вот это летнее положение вот наклон идет это зимний намного ближе к солнцу клинокс получается вот весенний а это осенний то что я говорил вот расстояние здесь короче чем от весны до осени во сколько раз длиннее чем от осени до весны да ну кому-то нравится в эту глупость верить конечно еще раз бы не надо верить проверьте просто проверьте а то получается здесь тормозим чтобы шесть месяцев было а потом разгоняемся чтобы вот здесь шесть месяцев было да тут еще луна тянет по кривой идем вот если посмотреть как по кеплеровскому движению то именно на этом участке скорость больше а вот на этом участке меньше вообще ничего не получается вот так и летим с ускорением торможением искривлением поэтому здесь что ни возьми вот Юпитер крупнейшая планета правда говорят газовый гигант пузырь там летает вот давление которое там указывают ну просто невероятно там все даже раздавило ну даже если взять из того что показано то есть вот как показывают движение на Юпитере вот что-то там двигается да газа на юпитере а потом ум сопоставить это с фото от нас вот и Питер и спутник Юпитера и Европа то ну вот где тут сжиженный газ пусть он будет глубже но это поверхность Юпитера газообразное состояние у меня просто слов нет это газ или может быть они не знают что такое газообразное состояние и твердое бывает жидкое может быть это научить уже надо понимать понимать эту разницу прежде чем показывать вот это не знаю как назвать поэтому вот их фантазии никогда не остановится пока вы будете поддерживать ну да понимаешь что кто-то ее мучает понимать но еще много людей которые верят уверовавшими все понятно конечно много лет жили под одним пониманием трудно перестроиться если посмотреть на все NASA уже Warp двигатель я не знаю может быть какое-то совпадение когда я говорил что специалистам NASA надо все-таки обращаться в Голливуд там получше специалисты они как-то более правильно поддерживают все эти теории более правильно показывают вот может быть они у них перехватили уже в фантастических фильмах да вот эти Warp ядро двигателя который сжимает пространство время это тоже невероятно как как это происходит потому что все устроено на самом деле по-другому ну видно обратились теперь они Warp двигатель создают Венеру планируют заселять вот хотя там никаких условий как туда лететь как там это все делать там какие температуры там 400 градусов кислотные облака воздух закачивать собрались там и воду завозить вот это вот все не остановится никогда никогда пока будет поддержка от людей поддержка в каком виде как будут заниматься этими расследованиями какими-то исследованиями то есть там полеты вот эти всякие показы ну да космический полет это разбит очень легко это вообще глупые люди все это создают вот так поэтому все таки надо побольше людей чтобы от этого дела просто отворачивались здесь и не нужны никакие возмущения просто отвернуться делайте вы что хотите и вот никому не заниматься никакими исследованиями ну я имею ввиду тех людей которые это поймут просто развернуться увидят и все а остальная масса людей не будет смотреть в эту сторону вот и все они рухнут сразу вот покажу еще один момент с этим колесом магнитным полюсом да что он якобы вот здесь был вот он ходил повернул сюда пошел ну здесь так замесловато все ненависован он постоянно заворачивал поворачивал потом передумал и пошел по прямой вот с 97 года до 97 года он шел 10 километров в год а с 97 стартанул в 60 километров в год увеличил скорость во-первых вопрос откуда это побочное явление взялось если везде пояснение идут что через серверный полюс именно магнитное поле строится хотя это тоже непонятно откуда там какие-то направляющие которые все это направляют так откуда взялся этот побочный эффект что его сюда направило там что ядурок постоянно куда-то вращается у него своя прицессия идет ну тогда бы от северного полюса тоже бы магнитный полюс уходил бы не полюс а поле это магнитное да и если даже взять 2000 год то по этому расстоянию это 80 широта это 10 градусов будет составлять поправку то есть если взять что он стоит то есть находится вот здесь и двигается вот в этом направлении а земля в это время вращается то представьте в 2000 году у людей компас был в течение суток показывал бы разные направления ну как разного смещалась бы стрелка а если взять что он вращается с землей вместе и двигается сюда ну это тоже глупо потому что если взять вот долготу здесь получается 110 градусов до 100 110 градусов то только вот на этой долготе у людей компас показывал бы сюда на север а с другого положения надо опять поправку добить и вот такие вот вещи изучают исследуют пишут какие-то работы представьте какая масса занимается ничем просто напросто это вот бредник чьи-то бредни введенные как затычка для чего-то чтобы что-то прикрыть что я говорю честно говоря надо каждый момент какой-то описание гелиоцентричность полета в космос можно очень долго еще раз скажу разбирать все это вы просто будете топтаться на месте нормальному человеку достаточно несколько фактов ну вот в каждом направлении чтобы это все разбить конечно можно делать бесконечные ролики да вот разбивать это все поэтому я говорю надо чтобы каждый сам что интересно в этой теме вот возьмите и попробуйте единственное конечно да они очень сильно сделали подставу такую как не подставу а совместили то что наблюдение с плоскости и сферичности да вот именно загнули в такое расстояние что и с плоскости и со сферой углы на солнце там на звезды они совпадают и перспективу на плоскости заменяет сферичность то есть если вот вы смотрите на солнце скажем солнце над экватором а вы удаляете на север спиной то вот удаляясь меняется угол зрения на солнце то есть удаляясь назад к северу человек позицию относительно горизонта меняет взгляд выше выше и этим самым солнце ближе к горизонту то есть такая вот подмена перспективы как она работает на плоскости на сферу поэтому здесь надо еще раз скажу уйти от шарообразности тогда чтобы все стало на свои места но шарообразность не подтверждается ничем абсолютно ничем есть люди которые например пишут комментарии и вот я хотел бы обратиться мне как бы в общем то все равно что пишет человек но шаман Михайлович написал википедия составляется такими же фриками как и ты необходимо проверять да я согласен полностью о чем я говорю проверять нужно искать конкретные работы пожалуйста шаман Михайлович укажите конкретные работы которые отличаются той информацией которая в википедии да есть отличия там где-то в скоростях где-то там слова какие-то где-то больше где-то меньше основное все в википедии то же самое поэтому я до этого тоже говорил какая разница в википедии или другие источники так вот прежде чем писать вот это вот да где занесаться да черство на интернете на google карты ну твои фантазии вот я с удовольствием посмотрю если ты мне шаман Михайлович что-то скинешь другое абсолютно другое которое отличается от википедии вот в википедии как ты пишешь фрики да и где не фрики покажи мне даже интересно будет поэтому перед написанием вот таких комментариев вы сначала подумайте что вы пишете подумать подумайте так же вот как ведут себя люди ведь все кто делает ролики дает какую-то информацию там печатную скажем ну разбирая какой-то вопрос показывая несостыковки противоречия да эти люди не оскорбляют они просто показывают а вот как их назвать опровержители да которые появились они пытаются всегда оскорблять и каких только слов не применяют я думаю по комментариям видно почему я не оскорбляю ни другой человек который занимается просто показываю что-то объясняю но не оскорбляю если я говорю да наука лжет именно вот в том моменте который я показываю я не говорю вся наука лжет но я не оскорбляю шароголовые там или еще что-то а лишь показываю несостоятельность этой модели подумайте неужели надо опускаться до этого чтобы наносить оскорбление и фактов этой несостоятельной модели гелиоцентричности да и остальных полетов в космос и все остальное очень много и еще никто не предоставил ни одного факта о шарообразности Земли ни одного факта я имею в виду хорошего факта который будет согласовываться с другим третьим пятым десятым тогда построится гелиоцентрическая модель таких фактов нету лишь то что я сказал создание сферы с этими расстояниями подходит на рассмотрение с позиции плоскости вот и все но если брать простейшие моменты кто-то говорит вот мне нужен факт такой вот железобетонный я говорю ну их полно потом железобетонный для тебя один для другого другой для десятого десятого а для сотого сотый факт это что каждому надо искать какой-то факт кто-то будет это делать нет вы сами это должны сделать простейший вот покажу рассвет вот наступает рассвет что интересно есть граница света вот здесь здесь более ярко но если взять положение вот я показывал да земля и солнце находится ну скажем здесь светит вот сюда да то есть вот северного полюса до южного лучи будут идти всегда ровно это кстати официальное даже пояснение такое же вот здесь земля движется направо ну вот взять диагональю будет здесь например город расположен он уходит вправо для него наступает ночь и вот свет попадает везде вот до этой границы он идёт везде вот так а если смотреть как реально происходит то мы видим границу вот там ничего нет ну если чуть назад сделать вот вот нет но если взять вот с того направления лучи солнца будут везде идти а реально мы такого не наблюдаем есть граница и потом появление солнца уже освещено всё и так же на заход солнца если посмотреть вот вот она граница пошла что там есть какой-то локальный светильник потому что вот интенсивность света была бы вот скажем везде одинаковой везде и уходила хотя вот если честно конечно она бы никуда не уходила так как если свет движется везде не движется а на вот это вот поле световое да скажем то и с этой позиции посмотрев на север то его видел на юг видел но ещё раз вот она граница света кому-то это не факт для меня это лично очень хороший факт как так же и съёмка с воздушного шара там на 30 км да то шарообразная земля так не будет выглядеть а там ровный горизонт это и перспектива как раз это и работает то что горизонт поднимается вверх при шарообразной не будет там ведь камеры установлены ровно нормально видно горизонт а при шарообразной стём бы внизу и выглядела бы земля по-другому почему это не факт любой факт является фактом только надо внимательно подойти и рассмотреть вот и всё тем более вот с учётом да сейчас он находится магнитный полюс близко к северному по их теории ну здесь пару градусов будет отклонение вот я говорю а если назад а вот он пройдёт дальше что тогда будет тогда ни восход ни заход солнца не будет совпадать с тем что наблюдает человек если он по компасу ещё заметит ему надо будет поправки потом вводить никто же не вводит есть север юг запад восток и есть таблицы по которым можно посмотреть и они правильные я проверял то есть ты можешь открыть любой день и посмотреть вот позиция восхода направление вот здесь показано хеллинг вот оно показано 87-88 градусов в чём можно удостовериться ну а если сюда ещё поправку ввести на магнитный полюс то ничего не получится я вот взял для примера положение трёх городов Сидней в Австралии в Мальдивах Мале город здесь находится и Дакар почему эти три города когда здесь в Сидней наступает заход для Дакара рассвет а вот здесь в Мале солнце находится на дне я могу показать Дакар сентябрь берём день равнодействия сентябрь двадцать второе а да я подвёл всё под одно время под Гвенович чтобы сопоставить ну вот рассвет семь часов я взял вот этот город Мале Мальдивы берём сентябрь семь часов утра рассвет Дакаре Дакаре время по Гвеновичу ничего отнимать не надо этот Мале это пять часов отнять надо там плюс пять идёт то есть время вот обеденного солнца взявите ну двенадцать часов минус пять это семь утра то есть Мале двенадцать минус пять это семь утра по Гвеновичу также беру вот Сидне ставлю сентябрь двадцать второе заход Сидне это плюс одиннадцать часов значит отнять одиннадцать получим Гвенович пять пятьдесят пять ну возьмём шесть часов оп шесть часов чтобы удобнее было ну вот шесть часов оно будет заходить шесть часов минус одиннадцать это семь утра по Гвеновичу то есть в одно и то же время по Гвеновичу в чём смысл Сидне заход Мале солнце находится на этой диагонали в Дакаре рассвет так вот берём Сидне долгота сто пятьдесят один градус сто пятьдесят здесь это уже неважно сто пятьдесят градусов Сидне вот Мале семьдесят два с половиной Сидне yeah ну семьдесят два с половиной чуть чуть больше получается то есть знаю сто пятьдесят Сидне семдесят ե�ונה . Итак Сидне сто пятьдесят Мале семьдесят два с половиной Дакар 17 с половиной вот теперь я покажу сверху так будет удобнее вот 150 градусов долгота я выставляю по центру вот 150 градусов я проведу линию вот так чтобы показать что это темная сторона вот эта сторона это ночь день равнодействия помните то есть вот здесь находится сигнала широкая ладно не буду ночь делать так покажу красный вот так здесь 7 150 Дакар 17 с половиной вот нулевой 10 20 значит вот здесь Дакар вот здесь Дакар вот здесь Мали 72 с половиной вот это надо две неравнодействия еще раз обращаю внимание должно быть освещено вот так ну здесь немножко стороны не важно то есть это темная сторона фактически что мы видим солнце от Мали направление Дакар рассвет сильный заход где равно действие да еще если учесть что солнце отсюда светит так как оно над Мали обеденный то в Дакаре не может быть захода там будет вечер о не Дакар сильный здесь вот Дакар он более подходит под то чтобы сказать что здесь рассвет вращение идет сюда это вид сверху еще раз напоминаю течение планеты вот так то Сиднея не подходит под заход и не получается равноденство смотрите какой участок остается еще если продолжить движение Сиднея то он этот с этого города просвет наступит вот здесь то есть это больше 12 часов а это расстояние это почти 14 часов должно пройти так что что здесь не бери все показано вот с чьей-то фантазией помимо таких вот еще движений в полете показывают аналема аналема это вот положение солнца когда когда зимняя вода до летняя сейчас полностью построится если она как восьмерка получается если на самом деле ее развернуть это тот малый круг который делает солнце и из-за того что он отдаляясь приближаясь то есть самая дальняя позиция близкая позиция то есть получается вот эти положения так вот показывают пояснение этой аналемы сейчас покажу таким образом то есть вот солнце и двигая планету они сейчас нарисуют вот эту восьмерку аналемы видно хорошо был это примерно то же самое космонавт специалист пояснял процессию Земли которая в течение суток проходит да поэтому их там МКС так летает вот то же самое так и здесь поэтому конечно да люди смотрят туда-сюда и везде вот эта разница потом машут рукой говорят в этом разобраться просто невозможно да на самом деле невозможно невозможно этого не понять потому что приходится копаться да вот в чьих-то бреднях фантастических и каждый этот бред это лишь затычка еще раз говорю вот в этом душлаке всей этой науки гелицентричности полетов и всего остального так что еще раз скажу вот каждый сам пусть поработает посмотрит на тем что ему нравится с чем хочет разобраться и он увидит эти противоречия подставы да сейчас пока ситуация такова что много людей пока ну трудно понять ну основная причина то что все таки давлеет старые знания вот конечно не надо никому никого оскорблять а лишь попытаться вместе разобраться да оскорбить это всегда можно но все таки людям как-то говорил вот если бы они не трогали солнечную систему когда она стояла ну как бы меньше было бы что разбивать ошибку они сделали да когда в свое время как-то было ученые начали писать но это много лет назад когда солнечная система стояла еще не летела да что вот солнце оно может взорваться и перейти там какую-то сверхновую вот вот примерно с этого времени вот эти глупости все начались да что солнце запустили в этот марафон по галактике по галактике с такими скоростями а то вдруг взорвется ну еще видно им там стержни вставили в солнце температуру надо регулировать вдруг взорвется да пропадем же все вставили стержни вот оно погнало и температуру регулируют вот чем глубже да то солнечный ветер усиливается с медленного до быстрого до 700 км в секунду как температура нормальна с тех дней назад успокаивается ветра медленные становятся ну да бред конечно говорю вам мой бред ничем не отличается от того что есть тут еще черные дыры кварки и чего только нет и солнечные ветра эти в общем мы оказались в группе повышенного риска находясь на планете шарики который летит да там черная дыраба еще что-нибудь в Нибиру подлетит ударит как говорили надо сходить с этого шарика опасно на нем в общем то находиться ну да я понимаю все конечно те люди которые пока не приняли это ну не то что не приняли не рассмотрели были внимательны да остаются на планете можно пожелать только да пребудет с вами сила кориолиса и не помутит ваш разум вечная прецессия с параллаксом желаю удачи на этом пока до следующего видео то то там то что это